Четвертый мост в Красноярске сдадут вовремя. В этом сегодня все ответственные руководители заверили губернатора Виктора Толоконского на выездном совещании на месте будущего съезда с переправой. До окончания строительства осталось всего 87 дней. За это время подрядчикам предстоит завершить все работы на самом мосту и сделать развязки на правом и левом берегах Енисея. В первое время заехать на переправу с левого берега можно будет только с улицы Дубровинского. Поэтому сейчас полным ходом идет ее реконструкция. На подъездах к переправе эту городскую магистраль делают в четырехполосной. Губернатор поставил задачу завершить все работы по расширению улицы к открытию четвертого моста. Очень важно, чтобы в первый день с моста можно было ехать уже по полностью готовой дороге. Чтобы еще не заканчивали, чтобы освещение было освещением. Кстати, тоже надо понимать, что мы будем принимать мост в самое темное время. Еще снега нет. Совершенно. Самая темень, самая... Поэтому даже все ярко горит. Самые сильные лампы там предусмотрительные. Вот бы устроиться, все сделаешь по сухому, по теплу. Давайте. Это будет самое красивое место. Кроме того, губернатору доложили, в связи с предстоящим открытием моста, сейчас разрабатываются новые варианты организации движения в центре Красноярска. Пока их два. Первый предусматривает расширение Дубровинского почти до коммунального моста. По второму предполагается сделать участок этой магистрали односторонним. Сейчас властям предстоит решить, каким именно путем будут ездить красноярцы до тех пор, пока не будет построен основной съезд с новой переправы по улице Волочаевской. На это потребуется более 6,5 миллиардов рублей и 2,5 года. Глава региона особо подчеркнул строительство. Нельзя останавливать ни на один день. Поэтому в ближайшее время подрядчики приступят к новому этапу – продолжению моста в направлении улицы Копылова. На выделенные из федерального бюджета 330 миллионов рублей будет построена несущая опора для этой конструкции. Кроме того, краевой казне удалось сэкономить более 1,5 миллиардов рублей на торгах по четвертому мосту. Эти средства также планируют направить на продолжение строительства. Завершить все работы должны к универсиаде. Это будет стройка, я хочу сказать, аналогичная мостовому переходу. Конечно, здесь мы штурмуем Енисей, но там надо будет проходить историческую часть Николаевки. Там очень большая, серьезная работа по переселению жителей. Сейчас уже подготовительная работа началась. Строятся два дома, там общим фондом более 200 квартир для переселения как раз жителей, попадающих в створ по Николаевке, в створ автомобильной дороги. Поэтому здесь работа колоссальная предстоит. Продолжение следует...